Встречать гостей широко и с душой – давняя русская традиция. Щелково ей следует неукоснительно, поэтому каждый год в преддверии главного праздника нашего города проходит красочная церемония встречи делегаций из городов-побратимов. На этот раз к нам приехали гости из шести стран – Германии, Польши, Литвы, Абхазии, Молдавии и, конечно же, наши друзья из России. В этом году мы отмечаем большой юбилей 90 лет с огня создания Щелковского района. И одно из важнейших достижений, показателя исторического развития нашего муниципалитета – это крепкие, дружественные отношения с нашими побратимами. Юрий Силыч из Архийского района Республики Молдова приезжает в Щелково уже во второй раз. Он является районным вице-председателем и часто общается с местными промышленниками. По его словам, в Архийском районе наш город хорошо знают как крупный промышленный центр, и Юрий всегда рад слышать приятные слова о городе-побратиме. Вот так приятно говорить с людьми, которые, в принципе, отображают и мою точку зрения, и меня, и нашу делегацию всю, и не только меня. Очень приятно удивил ваш город, ваши люди, гостеприимство. Ну и все то красивое, что мы тут увидели. Рады новой встрече и гости из немецкого города Хемер. Для руководителей делегации Крист и Виппер этот визит в Щелково – юбилейный. В нашем городе она уже в 30-й раз. Говорит, что влюбилась в Щелково с первого взгляда и надеется, что еще не раз побывает у нас в гостях. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, я вижу много нового. Это и новые улицы, это новые школы, открываются новые сады. Город преображается от года к году. В День городского округа Щелково делегации ждет большая познавательная и интересная программа. Те, кто приехал к нам впервые, смогут узнать о Щелково много нового. А те, кто уже не раз бывал у нас в гостях, несомненно, посетят любимые места и встретятся со старыми друзьями. Гости побывают на всех праздничных площадках и отметят День городского округа вместе с его жителями. Мария Сбирнова, Александр Рожевский, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова